Здравствуйте! Хочу вам рассказать о региональном центре кинологии Аккорд, который занимается дрессировкой собак, также гостиница для животных, курсы кинологов в Гатчине и Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Их цель – научить хозяина правильно дрессировать собаку, а собаку – навыком послушания. Выработать у собаки условные рефлексы, навыки, на команды, позволяющие хозяину управлять собакой без поводка в любой обстановке. Независимо от количества внешних, отвлекающих раздражителей, факторов работы. Научить вас, хозяина собаки, правильно управлять, дрессировать своей собакой в любой окружающей обстановке. Обучить вас дрессировать собаку, не допуская ошибок. Добиться максимального взаимопонимания собаки и хозяина. Сделать ваше совместное проживание с собакой комфортным, построенным на взаимопонимании, приносящем только эмоции в вашу жизнь. В случае необходимости, они будут рады видеть вашего питомца в гостинице для животных. Подробнее об этой организации вы можете узнать у нас на сайте, который вы сейчас видите у себя на экране, по городам.ком, а также на их собственном сайте. Вот мы сможем перейти и посмотреть сразу. Вот. Здесь можно узнать более подробную информацию, контактные данные, и прочее, прочее, прочее. Фотографии посмотреть, отзывы. Также, помимо этого, сайт у них есть более новый сайт, где тоже можно посмотреть интересующую вас информацию, контактные данные, YouTube, ВКонтакте. Помимо этого, их можно найти на многих социальных площадках, таких как ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Живой журнал, WhatsApp и многие другие. Помимо этого, вы можете найти их на Яндекс и Гугл-картах, где вы можете посмотреть отзывы данной организации, посмотреть местоположение, приблизить, отдалить, где находится их офис конкретно. Хотя они работают по всей Ленинградской области, могут выезжать куда, где вы находитесь. Вот. Категорически советую посмотреть, если вас интересует работа с вашей собакой, чтобы она была более послушной, могла делать новые интересные штуки, скажем так, могла вас удивить в хорошем смысле.